Приветствую вас, и ситуация, которую вы описываете, конечно, неприятна. Она неприятна по многим причинам, и в частности, одна из главных причин, по которым она неприятна, это то, что мужчина относится к вам весьма и весьма неуважительно. То есть его отношение к вам, оно неуважительно. Он считает, что вы должны, обязаны уходить. Он считает, что вы должны уважать его личное пространство, но при этом он не так уж сильно уважает ваше личное пространство, раз допускает для себя, что вас можно вот так вот выгнать. И, понимаете как, условия мужчины, то, что у него однокомнатная квартира, да, то, что, в общем-то, ему некуда вас, негде ему вас разместить, да. Конечно, не является оправданием для того, чтобы так с вами поступать. И, на самом деле, если бы мужчина хотел, чтобы вам было хорошо, если бы мужчина хотел, чтобы у вас все было в порядке, он бы никогда не позволил себе так с вами поступать. Вопрос свой. Вы не задаете. То есть вы ситуацию написали, но вопрос как-то кого-то у вас нет. И, соответственно, я думаю, что он остался в воздухе, этот вопрос с кем, что делать, что делать вам в этой ситуации, как себя вести. И надо сказать, что, ну, смотрите, мужчина беспокоится о своем личном пространстве и своей личной жизни. Кстати говоря, вы – это и есть его личная жизнь. И то, что он не хочет, чтобы вы слышали мужские разговоры, и то, что он выгоняет вас, говорит о том, что он четко разделяет для себя, когда он с вами и когда он с друзьями. Все это говорит о том, что он не так сильно вами дрожит. Он не боится, что вы уйдете, он не боится, что вы скажете, что вам надоело, что вы не хотите так больше. Он не боится вас потерять. И в этой ситуации нужно сделать так, чтобы он таки начал бояться вас потерять. Например, вы можете сказать мужчине, что если я сейчас уйду, то я уйду на совсем. Это очень справедливая позиция. Я поясню, почему. Потому что мужчина живет так удобно ему. И не понимает, что когда он и любой другой человек вступает в отношения, он отдает часть своей свободы. И это часть свободы, которая отдается добровольно, которая отдается безусловно. Она включает в себя невозможность жить так, как он жил до встречи с вами, до того как стал жить с вами. И если мужчина этого не понимает, если мужчина не хочет менять свое поведение, не хочет корректировать свое поведение, не хочет адаптироваться под новые условия, то почему должны адаптироваться вы? И вот здесь за меня возникает вопрос к вам. Почему вы терпите такое отношение? Почему вы говорите, что вы не знаете, как еще поговорить с ним? Для того, чтобы просто не уйти и не сказать, я не хочу, чтобы меня выгоняли тогда, когда тебе удобно. Я не хочу, чтобы мой мужчина позволял себе так со мной обращаться. И вот мне кажется, что в этом и заключается ваша проблема. В том, что вы боитесь мужчину потерять. В том, что вы боитесь, возможно, остаться одна. И если вы боитесь остаться одна, то именно с этим страхом нужно работать. Нужно определить, что именно страшит вас в одиночестве. Может быть, вы не хотите возвращаться к родителям из-за плохих отношений с ними. Может быть, что-то еще. Но тем не менее, вам важно понять, что вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, вы унижаетесь, когда предлагаете мужчине и просите его, чтобы он вас не выказал и прийти к какому-то решению. Вы унижаетесь. И если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, нужно перестать унижаться, нужно вспомнить о своей ценности. Нужно вспомнить о том, что вы не собачка, что вы человек. И что мужчина ведет себя с вами неподобающим образом. А теперь я бы хотел, чтобы вы постарались подумать, постарались ответить хотя бы мне на вопрос о том, что мешает вам так поступать. Что мешает вам начать защищать ваши интересы? Знаете, вы ждете того, что мужчина будет защищать ваши интересы, при том, что вы сами свои интересы не защищаете, к сожалению. И невозможно в этой ситуации, невозможно при таком раскладе рассчитывать на то, что мужчина будет к вам прислушиваться и делать так, как вы хотите. Для этого нужен стимул. Стимул в отношении к человеку – это уважение. Уважение к человеку. А уважение к человеку определяется тем, как человек сам к себе относится. И вот то, как вы сами к себе относитесь, играет решающую роль в том, что вы сейчас имеете и что вы сейчас получаете от своего мужчины. Поэтому я рекомендую вам об этом очень крепко подумать. Пересмотреть свое поведение, пересмотреть отношение к себе, пересмотреть ситуацию и подумать о том, достойны ли вы такого обращения. И перейти уже в активную защиту своих интересов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!